Больше сотни общественных и придомовых территорий Амурской столицы стали чище благодаря неравнодушным благовещенцам. В день общегородского субботника 3,5 тысячи человек собрали больше 40 тонн мусора. Взбодриться участникам субботника предложили сотрудники городских библиотек. Подготовили для благовещенцев интерактивы, рассказывали, как долго разлагаются вредные для экологии фракции, некоторые территории оказались на них весьма богаты. Строительный мусор, горы пластика, старые оконные рамы, части бытовой техники. Участники субботника сошлись во мнении. Призывать к участию в акциях недобросовестных местных бесполезно, поэтому пытались надавить хотя бы на их совесть. В школах Читы стартовал набор в трудовые бригады. Ученики старших классов могут устроиться на лето и за деньги заниматься благоустройством родной школы. За пять дней можно будет заработать около трех тысяч рублей. Устройство будет официальным, школьникам даже заведут трудовую книжку и удержат налоги. Все по-взрослому. Задача ребят – сажать цветы, белить потолки и красить заборы. К сожалению, обеспечить работой всех желающих школы не могут, бюджет ограничен. На это лето школам выделено меньше двух миллионов рублей. Поэтому приоритет при устройстве на работу отдадут ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Один из медведей, которые бродят в окрестностях Петропавловска-Камчатского, вышел на частную ферму в микрорайоне Чапаевка и задрал около двух десятков овец. Медведь уже покинул территорию хозяйства. В ближайшее время охотоведы отправятся на поиски зверя. Они призвали всех жителей Чапаевки сообщать о встречах с медведями по телефону 112. Еще 4 мая охотоведы сообщили о двух медведях, которые находятся вблизи микрорайона. Следы одного из хищников были замечены на новом кладбище. Затем он направился в сторону городской свалки. Специалисты не исключали, что зверь может выйти в населенный пункт. Чуть позже стало известно о втором медведе. Они могут выйти и в другие микрорайоны Петропавловска. Среди них Дальний, Нагорный и Заозерный. Сахалинка и блогер Светлана, набравшая рассказами о своих буднях 160 тысяч подписчиков, отправилась на побережье в поисках крупного трубача. Море преподнесло ей настоящий подарок в виде нескольких десятков ракушек, наполненных внушительным содержимым. В одной из ракушек она даже обнаружила рака-отшельника, что придало ее походу еще больше удачи. Она же поделилась, как приготовить моллюсков в собственном соку. Для начала следует поместить трубача в морозильник. Это поможет легко вытащить их из раковины. После размораживания необходимо очистить трубачей, удалив лишнее, включая пластину. Затем разрезать и хорошо промыть. Сверху посыпать солью и добавить перец по вкусу. Моллюсков нужно сложить в стеклянную банку и варить на водяной бане около 40 минут. Нехитрый рецепт, по мнению блогера, лучший способ приготовления этого морского деликатеса. Рок-музыка, рев моторов и две тысячи байкеров. Во Владивостоке состоялось открытие 26-го байкерского сезона. Фестиваль «Железные тигры» вновь собрал единомышленников на набережной Цесаревича. Организаторы мотофестиваля рассказали, что здесь собралось не только все Приморье, но и участники Сахалина, Камчатки, Сибири. В этом году на фестивале все, что так любят байкеры. Живая рок-музыка, редкие мотоциклы и конкурсы. Их придумывает на протяжении уже восьми лет Виталий, известный среди байкеров как Наполеон. В увлекательных состязаниях участвуют все, даже самые маленькие. Денису всего восемь лет, а он уже выполняет трюки и собирает громкие аплодисменты на показательных выступлениях. В завершение фестиваля огромная колонна мотоциклистов отправилась покорять дороги Приморской столицы. Редактор субтитров А.Семкин